и всем привет что же в этот вечер у меня сейчас вечер у вас скорее всего утро я бы хотела обсудить подарки на новый год и рождество честно вам признаюсь когда я выписываю количество людей которым мне нужно сделать подарки у меня начинает дергаться глаз я очень сильно нервничаю в этот момент потому что я хочу всегда дарить классные подарки чтобы они поднимали еще больше новогоднее настроение чтобы люди были рады получить их и очень сильно боюсь налажать я очень боюсь подарить подарки которые люди скажем так получат и такие спасибо мне теперь есть что передавить я очень сильно по этому поводу нервничаю и хотела бы обсудить с вами вообще какие-то идеи для подарков я предложу какие-то свои идеи что можно подарить людям надеюсь вы в комментариях также напишите чтобы или вы хотели подарить потому что в эти праздники я считаю что нужно также и себя радовать делать себе какие-то подарки чтобы у вас было хорошее настроение проявлять таким способом любовь к себе в этом видео покажу что мы уже сможем себе купили виде подарка на рождество он очень классный нам безумно он нравится и возможно кто-то захочет или себе сделать такой подарок или кому-нибудь из родных подарить и вообще может быть комментариях напишите какой бы вы хотели получить подарок и что думаете подарить друзьям родственникам чтобы у нас было больше идей чтобы мы помогли друг другу и наши родственники и мы сами и друзья были безумно рады их получить чтобы у всех было хорошее настроение это самое главное давайте я сегодня немножко покажу что можно подарить из книг потому что книги это неотъемлемая часть моей жизни и поэтому давайте приступим немножко книжным рекомендациям я начну самых-самых нейтральных книг которые можно подарить большому количеству людей они не относятся ни к чему-то узконаправленному но только скажем так начнем небольшое путешествие по странам потому что лично я эти книги находила в книжных я никогда не слышала про них у книжных блогеров находила никакие рекомендации по этим книгам это просто я в книжных магазинах откапывала эти книги и они стали одними из моих любимых книг мне всегда поднимается настроение я не раз их перечитывала просто вот чтобы поднять себе настроение чтобы получить теплоту на душе и чтобы получить эстетическую удовольствие потому что примеру в этой книге иллюстрации невероятно красивая эта книга о франции о жизни во франции как они проводят свой досуг как они встречаются с друзьями как они завтракают как они вообще относятся к приему пищи как они наслаждаются своей жизнью своей квартирой ароматами это очень классная книга иллюстрации здесь просто 10 из 10 правда это невероятно красиво я каждый раз иногда просто открываю эту книгу чтобы пересмотреть все вот эти иллюстрации потому что это очень красиво текст здесь очень легкий он легко читается эту книгу реально прочесть буквально за один день и вот просто получить большое количество мотивации что-то привнести новое в свою жизнь какие-то привычки возможно новые по-другому посмотреть на встречи с друзьями по этой книге также можно придумать какой-то тематический вечер с сырами и вином то есть мне эта книга очень нравится и даже если я думаю человек не фанат франции потому что я как бы ну мне было мечта побывать во франции я ее исполнила на этом все закончилось вот просто сама по себе эта книга эти иллюстрации что здесь написано это 10 из 10 это очень хорошая книга я все думала я хотела на видео рассказать про эту книгу все думала в какое же видео вставить эту книгу поэтому если вы не знаете что подарить и да для меня книга это идеальные подарки я не знаю никакого другого подарка ну для меня идеальные подарки это или мои интересы или книги а так как книги это большая часть моих интересов значит книга это идеальный подарок для меня и 2 книга это уже путешествие скажем так наши в данию здесь эта книга про хьюги если кто-то не знает это такое датское слово обозначить обозначающие уют тепло в доме встречи с друзьями то есть здесь тоже самое в принципе что и в той книге просто уже со стороны датчан но также сопровождаются невероятно красивыми иллюстрациями это прям я считаю что когда дарите такие книги ну подарить такую одну книгу это немножко странно я всегда считаю что книга должна идти с чем-то точнее книга как по мне очень классный когда на ней идет основной акцент и дополнительные подарки рядом чтобы больше погрузиться в эту книгу то есть не обязательно еще что-то очень дорогое покупать а к примеру вот книга хьюги и к ней можно добавить к примеру какао чтобы человек сделал себе горячий напиток и во время прочтения согревался свечку можно какой-то положить желательно свечку какой-то с ароматом ванили или печенье или корицы вот чтобы максимально создать атмосферу и также можно делать подарки не только с атмосферой чего-то а как бы так правильно сказать просто делать какие-то дополнения книги к примеру недавно муж мне сделал вот я очень сильно хотела эту книгу стивена кинга но они сейчас меняют обложку поэтому ее невозможно было найти ни в одном книжном магазине сейчас подождем и он нашел много книг эту книгу она еще там пока что продается и он купил мне эту книгу и дополнительно к ней вот такой вот значок стивена кинга как по мне это очень хорошее дополнение и еще недавно один блогер показывал как не мы сделали подарок крошку то есть это вот мне пришла идея что можно к примеру книгу подарить вот если у человека есть любимый автор можно подарить ему книгу добавить к примеру значок с этим автором и сделать какую-то крошку но интересную крошку не просто купить в максимальной скидке крошку а именно заморочиться и к примеру сделать очень интересную иллюстрацию с этим автором и сделать крошку вот этот блогер он ему подарили кружку люди которым наверное от 20 до 25 сейчас меня поймут в период подросткового во время нашего подросткового периода был очень популярный фильм сумерки и в общем ему подарили крошку взяли его лицо и фотошоп при фотошопе или ко всем персонажем сумерек сделали такую крошку и подарили ему на самом деле мне кажется это классная идея если бы не с моим любимым фильмом так сделали я бы смеялась я была бы дико довольна и эту крошку я постоянно бы использовала и поэтому как по мне это тоже очень интересная идея то есть можно сделать так можно сделать крошку с с любимыми персонажами человека. То есть, на самом деле, иногда кажется, что крошка – это плохой подарок, но если заморочиться, если сделать всё по интересам человека, это будет его любимая крошка. Вот, клянусь, если бы мне кто-то что-то такое подарил, это была бы моя любимая крошка. И касаемо свечей, что я говорила, что книгу, в которой идёт речь о домашнем уюте, можно приложить какую-то свечку. Есть очень интересные свечки, не те, которые стандартные, и я говорила сейчас не про чайные крошки, не про чайные свечи. Я не про это говорила. Вот мы, к примеру, купили себе домой классную свечку. Дай. Дай. Этот гигант невероятно тяжёлый, но самое интересное в этой свечке – это фитиль. Но для начала пахнет ванильным, шоколадным печеньем. Правда. И секрет этой свечки кроется в фитиле, то есть он здесь деревянный. И когда поджигается свечка, создаёт, вот этот деревянный фитиль начинает трескаться и создаёт звук камина. И вот мне кажется, что получить, к примеру, я могу ошибаться, но мне кажется, что получить, вот, к примеру, вот такую вот книгу про домашний уют, такую свечку, которую ты будешь зажигать, и на фоне будет трескаться вот это дерево, создавая эффект камина и, к примеру, какое-то какао с вкусными печеньями, ну, не знаю, если это не идеальный подарок, и если для вас крошка с вашим лицом на всех персонажах – это не идеальный подарок, я не знаю, как вам угодить. Лучший подарок блогеру, который очень много говорит, – это стакан воды. – Я не просила, но спасибо. – Не, верни. – Ладно. – Ладно, стой. – Забирай. – А потом, где моя крошка? – Да нет, согласись, крошка, но вот ты был бы рад получить. – Ну, нет, тебе прикольно. – Это охренительная идея, когда твое лицо на всех персонажей вставляют. – А если ещё сериал Мистер Робот, то... – Я знаю. – И также, к примеру, что я ещё хотела сказать, у моей подруги... Кстати, пока ты здесь, я тебя буду использовать. – Спасибо. – Подай мне то, что Милана нам подарила на... – Гарри, то шепот от нам. – Да. – И также никогда не стесняйтесь намекать людям, что вы хотите. Ну, я говорю сейчас про нормальные намёки. То есть, к примеру, если я мужу скажу, ну, к примеру, я захотела серёжки. Если я ему намекну, что я, что у меня ушки зимой мёрзнут, и мне что-то надо, чтобы они не мёрзли, и он подарит мне шапку, а не серёжки. – Это логично. – То есть, намекать надо правильно. Поэтому я вообще считаю, что перед праздниками надо встречаться с друзьями и за бокальчиком чего-нибудь вкусненького, обсуждать вообще, какие интересы на данный момент у людей, чтобы примерно понимать, что подарить. Вот прям говорите в лоб, вот я сейчас фанат «Игры престолов», вот люблю этот сериал, не могу, всё готов за мерч отдать. И человек уже поймёт, что примерно вы хотите. Потому что мерч – это, на самом деле, мне кажется, самый несложный подарок, потому что он, ценовая категория всегда очень разная. Можно что-то и подешапинуть, и можно что-то подороже. Поэтому всегда… Или можно просто там что-то приложить с этим мерчем, и человек уже будет невероятно рад. Поэтому, ребят, самое главное – это разговаривать. Пожалуйста, разговаривайте. Это самое главное. И моя подруга в прошлом году попала в подарок просто 10 из 10. Она подарила мне нам. Она подарила нам, она закрылась. Детская защита. Детская защита. Вот. Она подарила такой вот декоративный набор снича. Снича же? Немножко вот так поверни, чтобы наклоняется, чтобы видно было. Да. Вот, она подарила вот такой вот нам набор. Он декоративный, просто стоит на полке. Набор для игры в квиддич. Да, вот. Для игры в квиддич. И мы просто визжали, как маленькие девочки от радости. Этот набор был недорогой. То есть, ну, она сказала, что она просто поехала к книжной и такая, о, Гарри Поттер, ну, я знаю, что ему понравится. И она же угадала. Она угадала. Он до сих пор у нас стоит на полке. И каждый раз, когда я смотрю на него или протираю его от пыли, я безумно рада. Это заставляет меня улыбаться. Вызывает позитивные эмоции. Ну, то, что мы подарили себе на Рождество, это уже подороже. Но это себе любимым. Это себе любимым. На себе экономить нельзя. Это уж точно. Но пока что я вам не покажу. Пока что я вам это не покажу. Что мы себе подарили на Рождество. Ты до этого не показывала? Нет. А, мы сейчас заново. Это для конца вид. А, мы сейчас заново. Я очень хороший блогер. Перекисываю дубли по пять раз. Но я знаю, что я в этом году... Я должна попасть в идеальный подарок для моей подруги. Я должна попасть. У неё любимый сериал это Шерлок. Новый Шерлок с Бенедиктом Кембербэтчем. Нифига ты. Правильно сказала? Я не знаю. Не, спорим, лоханулась. Но, допустим, надеюсь, что все поняли. Это её любимый сериал. Я тоже очень его люблю. Плюс она говорила, что она всё пытается заставить своего парня посмотреть этот сериал, потому что он его не видел. И мне кажется, так как парень очень любит мангу, и она тоже любит мангу, самый идеальный им подарок это набор манги именно по этому сериалу. Здесь Ватсон, Шерлок из сериала нарисованный. Эту мангу это наша манга, это мы себе её купили, потому что мы тоже очень любим сериалы. Я хочу поехать купить ей тоже. Эту мангу, как бы, 10 евро. Ну, 10 евро это не дорого. Она стоит 10 евро, и опять же, что-то ещё приложить. Это будет и бюджетно, и я думаю, что я попаду прям вот в цель, в точку. Я очень сильно хочу подарить классные подарки. И я знаю людей, которые смотрят это видео. Я знаю, кому я запрещу смотреть видео. И я знаю людям, которым я не запрещу смотреть это видео. Я знаю людей, которым я запрещу смотреть это видео, но они всё равно его посмотрят. Нет. Если попросить, у нас не такие наклые, друзья. Вы после этого видео спокойно можете мне написать ваши интересы. Я буду исходить из этого, потому что для меня самое главное это попасть в подарок. Вот ничего важнее не может быть. Ладно, не буду уже вас добить, что же мы подарили себе. Единственное, я хочу сказать одну важную информацию для людей, которые проживают в тех странах, где есть магазин Lidl. Сегодня я открыла для себя всю, как это сказать, максимальное визжение радости в магазине. Когда я увидела, что в Lidl продают вот это сейчас. Я просто закрою своё лицо, потому что это слишком прекрасно. Это шахматы из Гарри Поттера. Это что-то нечётное. Сначала я увидела, у них продаются шахматы двух видов. Первое это Гарри Поттер. А второе это Властелин колец. Первое, что я увидела, это был Властелин колец. А второе, что я увидела, это был Гарри Поттер. Мы постояли, посовещались, что лучше брать, но решили взять Гарри Поттера, потому что с этой историей знакомы мы оба, мы оба любим Гарри Поттера. А по Властелину колец только я в нашем доме тащусь. Вот у нас просто стал вопрос, идти покупать второе по Властелину колец. Но это как бы максимально тупо. Потому что у нас и так две игры по шахмату. Да, ещё две доски есть. Да, у нас ещё есть две доски. Одна прям совсем хреновая китайская, вторая побольше получше, которую мы брали не так давно. Да, мы же не будем в них теперь играть. Да. Это тупо ещё одну покупать. Ну не факт. Ну хорошо, мелкую можно брать с собой в дорожное путешествие. Потому что эту махину не возьмёшь. Да. Хорошо. А зачем нам ещё толки? Я хочу на полку. Ну на полку, ну. Это так тупо. Это не тупо. И плюс те, кто ходят в Лидл, у кого странно, как есть Лидл, они нас поймут, то что там товар, когда появляется, он может завтра исчезнуть. Ну это да, да. В общем, это наш подарок себе на Рождество. Это невероятно. Это не открывается. Оно не открывается. Ну это невероятно. Ну это невероятно. Это что-то с тем-то. Зараза. Открывается, открывается. На самом деле, как по мне, это просто идеальный подарок для себя. Если у вас, конечно же, есть близкие друзья или родственники, которые фанатеют по Гарри Поттеру, потому что... И играют в шахматы. Мне кажется, если они фанатеют по Гарри Поттеру, они научатся играть в шахматы. Ради этого. И у вас будет больше совместных интересов это играть в эти прекрасные шахматы. Они очень красивые. Они упакованы. Просто посмотрите как. Видно? Я всё ещё подсниму. Вот это я точно ещё вблизи всё подсниму. Посмотрите. Тут пакетики для шахмат. Это так красиво. Это невероятно. Просто. Эти шахматы, они увесистые. Они увесистые. То есть их прям вот... Какая красота вообще. Да вообще так красиво. И всё как в первой части фильма, когда Рон играл. Вот доска. Раскрою её полностью. Она, конечно, картонная. Но, тем не менее, она очень-очень красивая. Главное, чтобы, знаешь, там, где вот она... О! Не идеально. То, что вот на этих вот линиях, чтобы они спокойно двигались между этими линиями. Ну, я думаю, проблем не будет. Там сами фигурки очень хорошего качества, поэтому... А, покажи обратную сторону. А что, она просто чёрная? Нет. Ну, сейчас. Так, я неправильно... Я сейчас ещё и сломаю ее. Так, я тебе сейчас сломаю. Вот. Красота. Красота просто нереально. Я просто... Полинки готова сдувать с этих шахтных. Угу. Ну, самая фишка здесь, это именно шахты сами, а не доска. Угу. В общем, если вы фанат Гарри Поттера или же Властелина Колец, ну, это прям... Это прям шикарно. Это... Это 100% надо делать себе такой подарок. Мы буквально год назад, когда пересматривали Гарри Поттера, мы тогда уже играли в шахматы и думали, блин, как классно было бы купить себе шахматы из Гарри Поттера, где-то их найти. Вот они. Сейчас случайно попали. Если у вас друзья любят, к примеру, шахматы или шашки, и вы думаете, что бы такого вот им подарить... У меня также есть небольшая идея. Месье. Я-я. Самая нижняя коробка. Самая нижняя, самая нижняя. То, что мы открыли один раз. Я сыграла. Абалон. Это альтернативные шашки. Французские. Это француз... Это не альтернативные, это французские шашки. Они прям, знаете, выглядят очень солидно. Прям дорого-богато. У них некие... Немножко-немножко другие правила игры, но принцип, в принципе, такой же, как в шашках. И здесь вместо шашек идут... Ну, здесь специальное поле. Выглядит оно, конечно, по-другому. Здесь специальное поле и вот такие вот, скажем так, шашки. Круглые. Да, в эту игру я сыграла всего один раз. Просто я люблю довольно-таки шашки, поэтому я не могла пройти мимо. Там шарики. Ну да, шарики. Черные и белые шарики. Эти шарики, они по этому полю, по определенным правилам кастятся. Да, здесь есть правила. И это просто я как вам накидываю идея, что, может быть, у вас есть фанат. Потому что мой дедушка, он очень сильно любил шашки, безумно любил шашки. И мне кажется, что если бы вот я подарила ему такую игру, он был бы безумно рад. Почему? Но я забыла вам рассказать про еще одну книгу. Это больше подойдет людям, которые интересуются медициной или являются медиками. Но при этом это еще и рождественский подарок. А именно, книга «Осторожно, Рождество». Здесь врач собрал разные истории, по каким причинам людей приводили на Рождество. Почему люди обращались в больницу во время праздников. Здесь прям по датам, я помню, идет. Вот, здесь прям по датам. Собраны абсолютно все истории. Скажем так, какие-то истории веселые. Над какими-то историями ты думаешь, как можно до такого додуматься. Ну, а некоторые жуткие. Но, тоже как вариант. В общем, не сочтите нас совсем эдинотами. Мы сели немножко поиграть в Гарри Поттера. И поняли, что это слишком классно. Нам безумно понравилось. Вот, и мы подумали, что сделаем так. Я мужу на Рождество подарю Гарри Поттера, а он мне на Рождество подарит «Властелина колец». Это вполне неплохая схема получилась. Потому что, кто давно на моем канале, особенно с лета, они знают, что я до безумия люблю «Властелина колец». Для меня эта вселенная вообще одна из лучших. Поэтому это получился невероятный подарок на Рождество. Огромное спасибо мужу. И тебе спасибо, жена. И мужа, конечно же, ее открыли. И, господи, она нереальная. Она еще круче, чем Гарри Поттера. Она намного круче, чем Гарри Поттера. Начнем с того, как выглядят пакетики здесь для шахмат. И он сделан под шелк. То есть, как будто шелковый пакетик с плотным материалом. Потому что у Гарри Поттера там просто сеточка. Здесь более плотная ткань. Очень приятная. Здесь есть Гендальф. Ребят, ну, в принципе, уже от этого можно расходиться. Гендальф. Где Гендальф? Я же его найду. А, Ферзь, это его супруга или что? Не знаю. Я не супруга, нет. Добавим. Во! Ребят. Все, давай еще поближе. Давай поближе его. Подставь. Вот он. Ребят, это Гендальф. Ты не пройдешь. И игровое поле намного красивее. Да, там полностью принт фильма получается на обратной стороне на рубашке. Расходе полностью еще. И само поле как-то, ну, пооригинальнее, что ли? Пооригинальнее. Там кольцо в центре, а те, кто играет в шахматы, знают, что нужно вначале центр захватывать по максимуму. То есть, ну, неплохо очень. В общем, я довольна, как слон. Я тоже. Походила отсылку к шахматам. В общем, да. Я безумно довольна. В общем, надеюсь, что вам понравилось это видео, что я была вам полезна. Вы смогли для себя что-то подчеркнуть. Может быть, я натолкнула вас на какие-то мысли. Особенно, если я натолкнула вас на какие-то мысли, вам прошли идеи. Обязательно напишите мне в комментариях, потому что у меня подарки готовы только для меньше половины людей. И я все еще теперь нахожусь в поисках, потому что хочу удивить людей. Хочу, чтобы им было интересно, классно, безумно понравилось. Подарила им приятные воспоминания от подарка. И они не закинули его в дальний угол квартиры и никогда в жизни не открывали. А чтобы он где-то был или на видном месте и дарил позитивные эмоции. Или, в общем, подарил людям волшебные дни. Поэтому давайте это все вместе будем обсуждать в комментариях. Поможем друг другу подобрать те самые идеальные подарки. Я вас безумно люблю и всем пока!